Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 16 июня вы смотрите ежедневный взрослый рынок от компании Fibo Group. В студию ведущая Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Отсутствие спекулятивного интереса к доллару США, а также согласование очередного транша для Греции продолжает оказывать поддержку котировкам пары. Поэтому от публикации статистики из США будет зависеть краткосрочное настроение по данной валютной паре. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес увеличивается при ослаблении котировок пары, но уменьшение объемов торгов указывает на слабость продавцов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже среднего значения за месяц, указывая на неопределенность рынка. Лишь публикация неожиданно хорошей статистики из США может ослабить котировки пары. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Попытка покупателей преодолеет сопротивление у отметки 1.2770 в очередной раз указывает на повышенный интерес к инвестору к стерлингу, но все еще общая ситуация по данной валютной паре остается неопределенной. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. При этом открытый интерес сокращается даже при увеличении объемов торговых. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается выше среднего значения за полгода, поэтому сегодня можем наблюдать снижение торговой активности. Лишь фиксация котировок над психологическим уровнем сопротивления 1.2800 позволит говорить о способности пары продолжить рост. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Ослабление доллара США, а также незначительное восстановление цен на нефть продолжает оказывать давление на котировки пары, но риск возобновления восходящего движения все еще высок. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось с сильным увеличением открытого интереса, но объемы торгов уменьшались. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще превышает средний показатель за месяц и полгода, что увеличивает вероятность охлаждения рынка. Активность покупателей остается слабой, но и продажи уже не целесообразны. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Сегодня трейдерам необходимо уделить внимание отчету по изменению количества выданных разрешений на строительство и уже заложенных фундаментов в США. Также необходимо уделить внимание и отчету по изменению потребительских настроений, улучшение которых положительное для доллара США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ФИБА 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 Групп. Ваша финансовая группа поддержки. ФИБА ФИБА ФИБА